Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня с вами Ольга Дуброва. И речь наша пойдет о первоцветах. О тех растениях, которые принимают эстафету весной у мелколуковичных. Эти растения хороши тем, что они, в отличие от мелколуковичных, длительно цветут. Бывает так, что мы приехали на свой участок в выходные, крокус еще не зацвел. Мы приехали через неделю, стоит хорошая погода, а он уже отцвел. Вот досада. Примула такой подлости вам не подложит. И вот я раскрыла тайну, что это примула, которая называется первоцвет. Но за примулой, в отличие от многих других растений, закрепилось все-таки название по латыни. Потому что всякие другие растения обычно называют либо русскими названиями, либо теми, которые прижились в их местности проживания. Итак, примула. Конечно, растение очень распространенное и очень доступное. Мы порой даже и не знаем, откуда оно появилось в нашем огороде. Но, несмотря на это, мы зачастую сталкиваемся с определенными трудностями и разочарованиями. Потому что, заплатив определенные деньги, мы не получаем всходы. Почему это происходит? А происходит это потому, что здесь все-таки нам придется немножко запомнить ботанические названия. Как бы нам это ни хотелось. И я посоветую, для того, чтобы вас не постигло разочарование, остановиться на тех примулах, которые без проблем, без дополнительных каких-то манипуляций, размножаются обычным способом, семенами. Это примула, так и называется, примула вульгарис, примула обыкновенная. Ее еще называют иногда бестебельная. Примула элатиор, примула высокая. Размер цветоноса 25-30 сантиметров. И завершается цветонос таким щитковым соцветием, похожим, как у вербены, например. Чтобы вам было понятно. И примула юлии. Так она звучит и по-латыни. Примула юлии. Любители примул называют ее ласково юлька. Они ее любят. И рекомендую вам ее полюбить. Потому что это, конечно, рекордсмен по произрастанию на одном месте. Высота ее, почему она юлька, почему так умилительно, высота ее 5-10 сантиметров. Она будет очень уместно смотреться в каких-то бордюрах, либо пятнышках на фоне газона, на лужайке где-то там, в каких-то местах. Она не требует пересадки в течение 5-6 лет. А если кого-то устраивает декоративный вид после 5-6 лет, то может и дальше задержаться на этом месте. И при этом она не теряет своей декоративности. Ее не выпирает, как большинство других примул. Иногда мы такое явление видим после зимы или в конце сезона, перед наступлением зимы, что оголяются побеги. И тогда нам, конечно, непременно надо ежегодно подсыпать. И всякие другие примулы мы должны, для того, чтобы они сохраняли свое великолепие, пышное цветение, декоративность, мы должны возобновлять, делить каждые 2-3 года. Это вот 3 таких примулы, которые без проблем мы посеем семенами. Когда примулы нужно сеять? Примулы можно сеять и в мае месяце, но можно посеять и в апреле месяце. Это никак не повлияет на то, как она будет развиваться. Потому что к тому моменту, какие уходить под зиму, она будет более сформированная и более окрепшая. Где вы будете высевать эти примулы? Можно, конечно, посеять в горшочек в помещении. Можно посеять непосредственно в открытом грунте на обработанную грядочку. Только не забывайте ее, конечно же, поливать. Потому что пересыхание почвы будет для нее безвозвратной потери. И затем из своего рассадничка, но если у вас вводы редкие, вы можете оставить там же на зиму с легким укрытием. Ну и помните, что из семян примула зацветает в зависимости от вида на второй-третий год. То есть процесс не очень-то и быстрый. Примулы всходят, семена всходят в разных видов от 20 до 30 дней. То есть процесс тоже длительный. И на начальных этапах она развивается очень медленно. Но зато потом она радует своим невероятным цветением и, в принципе, достаточной устойчивостью. Какую примула я еще вам не рекомендую покупать. Не от того, что она плохая, а наоборот. Вы ее можете найти даже где-то в своих лесах, полях. Эта примула называют первоцвет весенний. Примула верис. У меня на родине в Белоруссии ее называют баранчики. Либо ключики Петра. И можно выкопать ее с комом земли, принести в свой огород. Она устойчивая, так как она вид природной флоры. И широко распространена в средней полосе, как Белоруссия, России и других регионов средних широт. Поэтому с ней тоже, мне кажется, заморачиваться не стоит, чтобы покупать семена. Единственное, еще есть сорта примулы верис, которые немножко отличаются окраской от ее основного вида. Они могут быть более насыщенной практически оранжевой окраски, либо розоватой окраски. Ну, а всякие другие примулы потребуют стратификации. И вот у меня в руках семена примулы ушковой, которая называется примула аурикула. И я читаю, что написал производитель и нигде не нашла информации о том, что ее надо стратифицировать. Может, он забыл, может, он не знал, что так надо делать. Поэтому такие примулы, которые распространены, это примула аурикула, примула ушковая, примула дентикулята, примула зубчатая. Очень красивый вид. На высоком цветоносе шаровидное соцветие. И цветонос, и листики, они слегка покрыты таким сизым, похожим на снежок налетом. Под зиму примула ушковая уходит без листьев, и весной они потихонечку отрастают. Очень эффектное растение, но требует стратификации. Такой же стратификации требуют примулы палеантовые. Это все те примулы, у которых красивые крупные цветочки с ароматом. И современные виды, которые теперь уже можно встретить в продаже, и которые любители примул выращивают у себя на участках. Это примула гигантская. Теперь пользуются популярностью и примуловоды. За ней просто гоняются. Примула розовая, родом из Гималаев, хотя я не знаю, что они гоняются за ней. Крайне неустойчивая. На одном цветоносе, там несколько розовых цветков. Ну да, они красивые. Ну и приятно потешить свое самолюбие, как коллекционера. Наверное, так. Но все эти примулы требуют стратификации. Как мы можем выйти из этой ситуации? Во-первых, самое простое, это если у кого-то увидите такие примулы, то ждете, когда созреют семена. Идете, просите у них семян за копеечку. И высеваете свежими семенами у себя на участке в середине лета, где-то в июле месяце. К тому времени семена уже вызреют. Так можно поступить и с другими видами, которые требуют стратификации. Тогда они находятся в почве. Мы запоминаем, где это происходит. Они могут прорасти, а могут сохраниться и до следующей весны. Еще один способ – это покупными семенами. Покупаем такой вот пакетик примула чебурашка ушковая и высеваем в горшочек. Присыпаем, закапываем вровень с землей, делаем легкое укрытие. И это у нас будет тоже естественная стратификация в зимний период. Ну, такой способ будет более надежным, потому что все примулы будут находиться у нас в какой-то емкости. И по весне мы будем видеть, как они взошли. И затем легко их будет рассадить на какую-то грядочку. Ну, и можно, конечно же, приобрести готовое растение и разделить его. Это, наверное, самый легкий путь. И на следующий год у вас уже будут готовые растения. К тому же омоложенные. Время посадки. Посадка – это, как правило, август месяц, либо конец июля, начало августа. Это можно делить как корневищем, можно делить в зависимости от вида и от формы корневища. Можно делить черенком с частью корневища. Некоторые размножают, говорят, что это очень эффективно. Особенно у примулы полиантовой. Корневища, они хорошо заметны. Они такого толщины, примерно как карандаш, иногда толще. На хороших почвах. И тогда вот эти части, которые оголенные, их немножко надрезают или царапают. Кто как царапает. Кто-то только горизонтально говорит, что это лучший способ. Другие говорят, только вертикально это лучший способ. Ну, сделайте и вертикально, и горизонтально. Чтобы у нас было наверняка. Вот такие способы размножения примулы, которые трудные для нас кажутся. То есть, надо всегда обращать внимание на видовую принадлежность. Значит, повторим, что у нас размножается без проблем. Это примула Юлии. Примула Обыкновенная Вульгарис. И примула Высокая Элотиор. Это примулы Беспроблемные. Примула растет, в принципе, на любой почве. Главное, чтобы она не была тяжелой с угленистой. Потому что потом могут сказать, что она у меня вымерзла. Нет, она у вас выприла. Потому что примулы выносят заморозки. Минус 25, минус 30 градусов. Малочисленные виды, которые из более южных регионов Дальнего Востока. Или регионов Китая, Японии. Оттуда вородом представители этого рода. И выпривание происходит на тяжелой почве. Поэтому мы почву немножко обогащаем торфом, листовой землей. Чтобы она была рыхлей. И должна быть сплодородной. На такой рыхлой, плодородной почве примула будет развиваться очень хорошо. И будет как можно дольше не стареть. Она не будет, ее не будет выпирать из почвы. Но не забывайте, что всякие примулы надо ежегодно на зиму немножко подсыпать. 2-3 см. либо вызревшего компоста, либо перегноя вызревшего, либо просто торфа. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее ее выпячивание из почвы. Либо даже какое-то подмерзание вот этих вот частей, которые находятся не в почве. И еще, я думаю, такой момент, что нельзя сажать в песчаную почву. Потому что там не задерживается влага. Почва должна быть более плодородной, чем просто песчаная или супесчаная почва. Потом, мне кажется, я слышу такой вопрос. А можно ли покупать примулы, которые продаются в садовых центрах, в гипермаркетах с начала где-то февраля, а может быть немножко и раньше, к нашим всем великим праздникам женским и мужским? Я считаю, что нужно покупать. Во-первых, с той целью, чтобы порадовать себя. Это все, конечно же, гибриды. Их еще иногда называют, что примула горшковая. Потому что она вот такая вот одноразовая, можно сказать. Но если задастся целью и немножко уделить ей больше внимания, чем просто один день посмотреть, засушить и выкинуть, то я думаю, что у вас может что-то получиться. Потому что ежегодно появляются новые гибриды с невероятной окраской цветков, с невероятной формой цветков, с невероятным размером цветков, которые ну просто восхитительные и с тонким ароматом. Ну все то, что радует нас женщин, особенно весной. Поэтому покупаем и ставим, чтобы полюбоваться, ставим на холодный подоконник. Но если мы все-таки хотим отнести ее в грунт, поэкспериментировать, я думаю, что следует поэкспериментировать, то обращайте внимание на то, чтобы субстрат ваш не пересыхал. Как правило, это такой транспортировочный субстрат. Это торфогрунт какой-то. Он как влагоемкий с одной стороны, так с другой стороны на солнечном окошке. В течение трех часов он может абсолютно пересохнуть. Примула растения холодостойкая и любит, когда цветение, она любит прохладный воздух. Поэтому можно даже в этот субстрат добавить какого-то более тяжелого грунта, чтобы корни лучше закрепились в горшке и чтобы не так быстро происходило пересыхание. Это не значит, что мы должны достать из горшка, отряхнуть. Мы просто можем перевалить в другой горшок и присыпать сверху. На дно насыпать все грунта и сверху присыпать грунтом, уплотнить, пролить. Не забывать проливать при пересадках, которые мы делаем в грунте, когда омолаживаем нашу примулу. Потому что на этой стадии она очень чувствительна к количеству влаги в почве и необходимо умеренное увлажнение. И затем, после того, возвращаемся к примуле, приобретенной к празднику. После того, как мы налюбовались, и погодные условия нашего участка уже позволяют пойти туда с лопатой и в сапогах хотя бы, мы ее выносим на участок, мы ее можем даже разделить. Обрезаем соцветия, даже если они еще не отцвели. Обрезаем и сажаем в грунт. На зиму слегка укрываем. И я думаю, что в течение, по крайней мере, двух-трех лет она будет радовать вас своим великолепием. Ну, это, мне кажется, все, что касается таких красавиц, как примулы. Удачи вам, процветания вам и вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok